Что вы думаете, сегодня у них не работает система? Попытка получить посылку третий день провалилась. Второй день. Уваги. Доброе утро. Ну, как вы уже поняли, сегодняшняя попытка вновь не увенчалась успехом. Сегодня на Почте России не работает система. Ну, что сказать? А сказать-то мне было и нечего. И сейчас сказать нечего. В общем, пойду после обеда. У них обед с 13 до 14. О нет, да, с 13 до 14. Ну что ж, схожу в четвертый раз. Кстати, знаете, что на Почте России не принимают к оплате карт? Да знаете, наверное. И я спросила их в прошлый раз, а почему? Почему такая вселенская несправедливость? Справедливость. А мне ответили. На этой же Почте России мы не продаем товары. Поэтому у нас не может быть кассового аппарата. Не кассового аппарата, а терминала для оплаты картой. Хотя вся Почта России заброс на кучу всяких товаров. Там даже специи у нас продаются. Не то, что открытки. Там специи, кофе. Очень, ладно. Это грустная история. Я думаю, она затронула всех, кто в какой-то раз сталкивался с Почтой России. Сейчас покажу вам, что у нас сегодня творится. На самом деле всю ночь шел дождь. И сейчас? И сейчас он тоже накрапывает. Семнадцатые. Налитые. Как-как. Ну, короче, погодка так себе. Погодка так себе. Но ничего. Я надеюсь, я заберу посылку и жизнь наладится. Кушаков моих обед. Завтрак у них рано был. В пять часов начали колобродить. Чтобы их успокоить, надо их просто покормить. Поэтому пришлось их покормить. И сейчас я им сходила, купила кон. Я проплан покупаю на развес. Обычно с рыбой, но этот с рыбой закончился. У меня девушка говорит, ну вы передайте своим ребятам, что обязательно с рыбой будет. Ну, сегодня с кроликом. Короче, им нравится. Жжет с разных мисок. Балой. С обшироном могут есть. А лица никого никогда никому не попутят. Вообще она, мне кажется, затаила злобу на всех людей. Из-за своей судьбы, судьбинушки. Я ее купила на рынке в Египте, в Каире. Потому что там была одна бедненькая кошечка. А животные там содержатся в диких условиях. В общем, сердце моё не выдержало, я ее купила. И вот она в Подмосковье спустя 14 лет. Судьбинушка. Ну, раз уж я так плавно перешла от темы кошек к теме Египта, отвечу на один очень популярный вопрос, который под старыми видео довольно часто возникает у тех, кто смотрит. Почему не рассказываете про Египет? На самом деле, во-первых, я, мне кажется, все рассказала, все, что уже можно было рассказать и все, что могла рассказать. Во-вторых, на данный момент меня, в принципе, с Египтом ничего не связывает, кроме приятных воспоминаний. Поэтому, ну, не знаю, мусолить одну и ту же тему, честно говоря, я не хочу. Ну, в общем, я живу тем, что мне есть сейчас, а не тем, что было. Ну, такие вот дела. Если есть вопросы, конечно, я отвечу, если я могу на них ответить. Но я считаю, что я там не была уже года 4, и мне кажется, что мои ответы уже могут быть просто неактуальны. Ну, а там, не знаю, давать какие-то личные советы. Тоже у нас девушки очень любят. Личные сообщения здесь сейчас уже не напишешь на Ютубе, а вот в других соцсетях по поводу своих. А вот он так поступает, а я так поступаю, а что мне делать, а как мне быть? Да не знаю я, как вам быть. Я нахожусь далеко от вас. Я никогда в жизни вас не знала, никогда в жизни не знаю вашего молодого человека. Как вам, какие-то у них определенные стандарты поведения, но про них рассказывали, мне кажется, кто только не рассказывал. Столько блогеров рассказывали, что, не знаю, смотреть, не пересмотреть. Поэтому, короче, тема Египта. Когда в следующий раз туда поеду, обязательно что-нибудь поснимаю, но пока, честно говоря, в планах ближайших нету, хотя, честно говоря, очень скучаю. Страну люблю, она прекрасна, в ней есть что посмотреть, много нетуристических мест. Но сейчас у меня немножко другие жизненные цели, жизненные планы, поэтому пока для меня тема Египта закрыта. Всё. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос раз навсегда. Так. Блин, тут дождь. Блин, тут дождь наяривает, без остановки. Вот. Ещё сильнее стало. Бедную клумбу мою залила. Ох, холодно. Холодно. Смотрите, как там эти сидят. Пташки. Птахи. Так. Всё. Пойду посылку открывать.